Насколько сильно стоит дробить ключевые фразы, до какого числа показов разбивать ключи. Ну, желательно до конца, если говорить про кей-коллектор. Так. Дальше. Пытаюсь еще одновременно смотреть ваши комментарии. Стоит ли открывать агентство? Как вы рассчитываете стоимость клика в агентстве при медиапланировании? Стоимость клика мы оцениваем, исходя из возможностей клиента. Ребята, вот это самый частый вопрос, который задают. Как просчитать стоимость? Вообще, как можно крутиться в рекламных кампаниях, в нишах, где есть по 200-300 рублей за клик, что делать и так далее? Вы можете сами высчитать, сколько вы максимум можете тратить с помощью вот такой вот интересной формулы, которую я многократно показывал. Сейчас я его еще раз покажу. И надеюсь, больше этих вопросов не будет. Да, нет, будет, конечно, вопросов. Сейчас я открою. Найду. Так. Сейчас, 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 господа. Или не здесь оно. Должно быть. Так. Неужели у меня, да, походу дело осталось на том компьютере. А, нет, вот максимальная цена за клик. Вот. Вы можете рассчитать из своей прибыли примерной, рассчитать максимальную цену клика с помощью примерной воронки, которую вы можете прикинуть, даже самой плохого варианта. Из них можно рассчитать максимальную цену за клик, которую вы выставите для директа. И директ вас все равно будет показывать. Вот мы сейчас крутим стоматологию, которая не может себе позволить платить полторы тысячи рублей за клик. Но при этом они получают клиенту. Хотя выставили цену за клик около 100 рублей. И они получают звонки, и все окей. Полторы тысячи при этом мы не выставляем. Какие-то бешеные. И имеем, кстати, при этом еще неплохой CTR. То есть, теоретически показываемся и в спецразмещении, понятное дело, для определенного процента людей. Но и при этом мы имеем хороший CTR. Сейчас вспомнить не могу какой. Так, следующий вопрос. Стоит ли сейчас открывать агентство? Агентство, смотря какое, опять же. Недвижимости. Вопросы уточните, пожалуйста. В какие ниши смотреть кризис, на твой взгляд? Я лично считаю, вот по поводу товарки и прочих вообще ниш, куда что смотреть, я вам отвечу сразу. Во-первых, до Нового года сейчас. Кстати, всех поздравляю с наступающим. Сразу хочу заметить, что до Нового года вы вообще можете не париться с нишами на данный момент. Потому что сейчас часть, 80% ниш уходит в спячку до 15-го числа января. Есть часть ниш, которые растут, как бы смешно ни звучало. Сразу говорю про товарку. Я лично считаю, что если сейчас открыть стоп-10 популярных сайтов в России, вы увидите, что один из самых популярных – это наш любимый, господи, Алиэкспресс. И, как я понимаю, в 2016 году они начнут уже иметь свой склад в России. То есть у них практически будет напрямую поставки из Китая оптовые. И, ну, в общем, начнет все загибаться у нас. Вся товарка, связанная с вот этими товарами ширпотребными, в России точно начнет загибаться. У меня есть очень большое подозрение. Ну, это лично мое мнение, конечно же. Вот. И все будет упираться в услуги, и желательно такие высокомаржинальные и высококонкурентные.